А в целом, в целом, если вам нужно только море и солнце, то в Песчаном это будет рай для вас. Всем привет! С вами Аполлинария Гордиенко, и сегодня мы в Песчаном. Курорт Песчаная находится между Николаевкой и Севастополем. Это Западный Крым, и он пока что не популярен у российских туристов. Вот такой тут есть вымощенный участок, аккуратненько, точка. В пляж Песчаногалечный уже загорают люди. Для детей площадка небольшая. Как-то ухоженная. Теневой навес. Большой-большой пляж, чего нет на ЮБК. Ну, из плюсов. Экологично, тихо, дешево. А какой здесь прекрасный воздух. Здесь море. Представьте его свежий морской запах. Смешанный с ароматом хвои. Очень полезный природный коктейль. Ого, вот это пляжи. Вот это все будут какие-то кафешки. Вот уже одна открыта. Магазинчик. Тут какой-то небольшой парк аттракционов даже. В Песчаном нет ненужного пафоса. Поэтому отдых здесь бюджетный. Присутствует небольшой такой налет запущенности. Вот это вот все Каламитский залив. Супер, какие широкие пляжи. Это вам не любит так. Конечно. Здесь даже в сезон, когда людей много, местные говорят, что любой может найти себе местечко, чтобы прилечь и загорать. Не лежать друг на друге, как у нас в Большой Ялте. Берег песчаный. И можно долго-долго идти до того момента, пока вам там будет хотя бы по грудь. Можно плавать, а не стоять в воде. Для меня, как любителя понырять, то, что вода мутная из-за песка, именно вот здесь, в Песчаном, из-за глины, это для меня минус. Я не люблю мутную воду. Мне нужно видеть, куда я наступаю, иначе мне некомфортно. Обратите внимание, здесь всегда мутно. Также после обеда в Песчаном поднимается волна. И обычно тихая вода только до обеда. После уже вот как сейчас. Вот смотрите, в кемпинге Сосновый Бор вот такие вот вагончики, то есть получается по 300 рублей с человека. На территории есть там дальше туалет, душ летний. Также можно встать вот тут вот в лесочке или там вдалеке с палаткой. Если вы живете в палатке, то это 250 рублей с человека и 50 рублей за машину. И вот это все летом. Каждое свободное место под каждым деревом занято палатками. Вот такой самый бюджетный. Вот в этом лесочке тоже все в палатках. Везде трейлеры и байкеры. Все забито. Я спросила у администратора, а кухня есть, вот где готовить? Она сказала, что вот там они сами готовят, недорого, можно покушать, но в основном люди сюда приезжают уже со своими такими газовыми горелками, устанавливают и питаются самостоятельно. Достопримечательностей в поселке нет никаких. То есть вам нужно здесь сесть на общественный транспорт и ехать в Севастополь. Потом вы можете поехать в Бахчисарай. Это тоже тут недалеко. Там Ханский дворец, пещерные города. Очень здорово. Но летом в сезон транспорт переполнен. Но добраться все же можно. От Симферополя до Песчаного где-то час лезвы. Такси из Симферополя в Песчаное стоит 1800-2000 рублей. На общественном транспорте доедете до Песчаного вообще меньше, чем за стройку. Вот сейчас легла на песок. Честно говоря, такой кайф. Вот такой берег здесь. Песочек, галька и вода такая. Фу-фу-фу, желтенькая. Кофе с молоком. Желаете кофе с молоком? Дешево, тихо, экологично. Мало достопримечательностей. Возможно, не совсем все причесанное, опрятно. Не пафосно. А в целом, если на отдыхе вам не нужен пафос, вам не нужны достопримечательности на каждом шагу, а нужен только пляж, море, солнце, целебный хвойный воздух, то здесь будет здорово. Больше всего бросается в глаза равнина. Здесь везде ровно. Само собой разумеется, что чем ближе к морю, тем дороже жилье. На первой линии дороже и дальше, дальше. Дешевле, дешевле, дешевле. Теперь посмотрим, что вот там дальше. Ну что, тут уже закрыто, и дальше пошли уже ухоженные пляжи каких-то пансионатов. И вроде как, если объехать с другой стороны, там тоже можно попасть на берег. Дальше мы уже видим береговое. Моздовка здесь. Уже машин 20 приехало. Да, это не очень популярный курорт. Я бы сюда даже бы не попала, хочу вам сказать, потому что там надо как-то съезжать. Он такой хитрый. Но так как организаторы Мазда-клуба именно здесь решили проводить уже второй раз наши сборы, моздовки так называемые, поэтому мы уже второй раз здесь и на песочке полежать классно, конечно. Жалко, вода еще в мае холодная, а то бы мы еще поплавали. Хотя купальник я взяла. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик и будем путешествовать по Крыму вместе!